Добрый вечер, это программа «Фульс дня» в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Президент Джо Байден обнародовал план государственных расходов на 2024 год на сумму 6,8 трлн долларов, в котором содержится призыв к десяткам новых политических инициатив и к повышению налогов для корпораций и богатых людей. Однако республиканцы сразу заявили, что у этого плана нет шансов получить одобрение Конгресса. Байден призвал увеличить финансирование для противодействия экономическому и военному влиянию Китая, увеличить расходы на здравоохранение для молодых и пожилых американцев, новые образовательные проекты и расширение штата Федерального агентства по охране окружающей среды. Публикация бюджетного плана состоялась в тот момент, когда Соединенные Штаты столкнулись с назревающими дебатами о том, как поднять потолок долга страны. Если Байден и Конгресс не смогут договориться об увеличении потолка госдолга в ближайшие месяцы, Соединенные Штаты могут впервые объявить дефолт по своим финансовым обязательствам, что приведет к финансовой катастрофе, которая может повлиять на мировые рынки и повысить безработицу внутри страны. Мой бюджет рассчитан на инвестиции в Америку, включая места и людей, о которых забыли. Экономические потрясения последних четырех десятилетий. Слишком много людей остались позади. С ними общаются, как с невидимками. Я обещаю вам. Я вас вижу. Нам есть над чем работать. За первые два года мы добились большого прогресса. В Конгрессе прошло первое слушание в рамках инициированного республиканцами публичного расследования обстоятельств вывода в 2021 году американских войск из Афганистана и возвращения к власти в стране талибов. Выступивший в ходе заседания ветеран морской пехоты 25-летний сержант Варгас Эндрюс, тяжело раненый при отступлении, назвал произошедшее катастрофой. Рассказывая о хаосе, охватившем страну после молниеносного взятия талибами, оставленного американцами Кабула, он не смог сдержать слез. Варгас Эндрюс был в числе нескольких американских военнослужащих, которым 26 августа 2021 года была поручена охрана кабульского аэропорта, где собрались тысячи афганцев, пытающихся как можно скорее покинуть страну, чтобы не попасть в руки вернувшимся к власти талибам. В тот день в набитом людьми аэропорту подряд прогремели два взрыва. Прежде чем привести в действие пронесенные на себе взрывные устройства, нападавшие смертники пробрались в самую гущу толпы. Взрывы унесли жизни 13 американских военных и 170 мирных афганцев. На слушаниях Варгас Эндрюс рассказал конгрессменам, что разведданные о готовящемся нападении ему с напарником передали заранее, и он даже успел заметить в толпе одного из подозреваемых. По его словам, он сообщил об этом своим командирам, запросив у них разрешение начать операцию перехвата, однако соответствующей санкции сверху так и не получил. Бывший морпех заявил собравшимся на слушаниях парламентариям, что их запрос просто проигнорировали. По словам главы комиссии республиканца Майка Маккола, вывод войск из Афганистана продемонстрировал систематическую несостоятельность федерального правительства на всех его уровнях и стал ошеломительным провалом руководства администрации Джо Байдена. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл был госпитализирован после того, как он споткнулся и упал в отеле, сообщил пресс-секретарь сенатора. 81-летний сенатор от Кентукки принимал участие в частом ужине в Вашингтоне, где произошло падение. Он был доставлен в больницу для лечения, сообщил пресс-секретарь Даг Андресс. Офис сенатора не предоставил дополнительной информации о его состоянии. Жители штата Оклахома отвергли легализацию рекреационной марихуаны. Оклахома стала бы 22-м штатом, легализовавшим употребление каннабиса взрослыми и присоединилась бы к другим консервативным штатам, таким как Монтана и Мизури, которые одобрили аналогичные предложения в последние годы. Инициатива легализации рекреационного каннабиса встретила сопротивление консервативных групп, правоохранительных органов и прокуратуры. В Оклахоме с 2018 года разрешена медицинская марихуана. В штате действует одна из самых либеральных программ в Соединенных Штатах. Работают более 2,5 тысяч лицензированных аптек и примерно 10% взрослого населения Оклахомы имеют рецепт на покупку и употребление каннабиса. Группа сенаторов представила двухпартийный законопроект, позволяющий президенту Соединенных Штатов вводить запрет на работу в стране соцсети ТикТок, принадлежащей китайской компании ByteDance. На прошлой неделе Комитет по иностранным делам Палаты представителей одобрил похожий законопроект. Ранее Белый дом дал госструктурам Соединенных Штатов 30 дней на полное удаление приложения ТикТок со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются чиновники. Новые правила затронут лишь рабочее оборудование. По мнению американских чиновников, ТикТок может представлять угрозу национальной безопасности. Одной из основных проблем в Соединенных Штатах видят сбор личных данных пользователей, которые Пекин может использовать в своих интересах. ТикТок далеко не единственная платформа, которая занимается сбором данных пользователей. По мнению экспертов, необходим аудит этих платформ, а также внедрение соответствующих мер безопасности, систем сдержек и противовесов. ТикТок беспокоит меня по ряду разных причин. Во-первых, это данные, которые у них есть. Во-вторых, это алгоритм и контроль. В-третьих, это широкое влияние платформы на операции, о которых мы говорили ранее. Популярные приложения для социальных сетей, Инстаграм, Фейсбук и Снапчат, за последние шесть месяцев, получили наибольшее количество поисковых запросов в интернете от людей, которые хотели бы их удалить. За этот период было выполнено более 900 тысяч запросов о том, как удалить или деактивировать Инстаграм. Это больше, чем у любого из 30 самых популярных приложений в стране по количеству загрузок. На втором месте, Фейсбук. Аналитики обнаружили более 385 тысяч запросов. Одна из причин большого количества запросов – тот факт, что эти приложения уже стоят у многих пользователей. Однако компания Мета, которой принадлежат Фейсбук и Инстаграм, испытывает стагнацию роста количества новых пользователей. В последние годы опросы показали растущее недоверие к популярным платформам социальных сетей по таким вопросам, как дезинформация, кибербуллинг, мошенничество, проблемы конфиденциальности и сбор больших данных. Некоторые пользователи также обеспокоены влиянием социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков. В Нью-Йорке в рамках пилотной программы запустили экспресс-паром, который доставит пассажиров из Бэйриджа в Нижний Манхэттен примерно за 20 минут. Некоторые паромы, курсирующие по маршруту в Южном Бруклине, теперь будут следовать напрямую из Бэйриджа по Атлантик-авеню до Уолл-стрит. Несколько паромов на этом маршруте по-прежнему будут ходить по местным станциям, начиная с бруклинского армейского терминала Сансет-парка, делая остановку на Гавернанс-Айленд, Ред-Хук, Уолл-стрит и Фултон-Фэрри. Конечная точка маршрута Корлерс-Хук. Для посадки на экспресс-паром не требуется специальный билет. Мэр Эрик Адамс назвал новый маршрут, цитата, «огромной победой для жителей Южного Бруклина, которые слишком долго были изолированы в транзитной пустыне». Знаменитое сооружение Flat Iron Building, расположенное в центре Манхэттена, выставят на аукцион 22 марта. Такое решение принял Верховный суд штата Нью-Йорк. На данный момент 75% здания принадлежит компаниям Real Estate, Нью-Марк, Sargent Group и ABS Real Estate Partners. 25% недвижимости владеет Натан Сильверштейн. В 2021 году группа партнеров подала в суд на Сильверштейна в надежде добиться раздельной продажи здания. Они заявили, что якобы плохие деловые решения бизнесмена привели к тому, что Flat Iron Building долгое время пустовал. Сильверштейн подал ответный иск, утверждая, что его бывшие партнеры не пытались должным образом сдать помещение в аренду. Учитывая структуру собственности, любой из партнеров, по сути, имеет право вето на любое решение по распоряжению здания. И это делает ситуацию еще более сложной. Отсюда и решение суда выставить здание на аукцион. Выручку от продажи разделят между партнерами в соответствии с их текущими долями. Американская Академия кинематографических искусств отказалась показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 12 марта. С просьбой показать обращение Зеленского к организаторам церемонии обратился агент холдинга «Вильям Моррис» Майк Симпсон. Он представляет режиссера Аарона Кауфмана, который вместе с актером Шоном Пеном работал над фильмом о главе Украины «Суперсила». Представители киноакадемии отказались комментировать эти сообщения. За последний год на фоне российского вторжения на Украину обращения Владимира Зеленского показали на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях в церемониях вручения кинопремии «Золотой глобус» и музыкальных наград Грейми. В 2022 году президент Украины не выступал на церемонии вручения Американской киноакадемии, несмотря на многочисленные призывы к организаторам представить ему такую возможность. Международная федерация футбола также отказалась предоставить Зеленскому возможность выступить с посланием о мире во всем мире перед финалом Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой вернемся и продолжим программу.